Забытая жемчужина. Спортивный автомобиль Porsche 1930-х годов. Из цикла «Легендарные автомобили». В автомобильной истории марка Porsche ассоциируется с непревзойденным мастерством, производительностью и инновациями. Однако в ее богатой истории скрыта забытая жемчужина Porsche Type 114 – экспериментальная разработка, которая положила начало нескольким поколениям культовых моделей Porsche. В 1930 году Фердинанд Porsche открыл свое конструкторское бюро в Штутберте, Германия, и начал работать над проектами для компании Wunderer, входящей в автоюнион. Спустя четыре года наступил переломный момент, когда Porsche получил задание непосредственно от самого Адольфа Гитлера – создать «народный автомобиль», который могла бы приобрести каждая семья при строгом бюджете в 1000 году Рейхсмарок. Это указание привело к появлению культового автомобиля Volkswagen Beetle государственного проекта, в значительной степени субсидируемого для массового производства. Однако в конструкторском бюро Porsche Фердинанд Порше и его сын Ферри увидели возможность преобразовать эту концепцию в нечто еще более привлекательное. Их идея заключалась в создании спортивного автомобиля на платформе Beetle. Порше вместе с сыном предложили эту идею государственному ведомству Германии, но она была сразу же отвергнута, поскольку все имеющиеся компоненты Beetle предназначались для производства Beetle, а не спортивных автомобилей. Недолго думая, конструкторы Porsche решили полностью переосмыслить концепцию, в результате чего появился первый собственный автомобиль Фердинанда Порше. Среднемоторный шедевр Porsche Type 114 Фердинанд и его сын, Ферри Порше, приняли судьбоносное решение полностью переработать автомобиль с нуля, намереваясь развивать его под собственной маркой Porsche. Дуэт отца и сына был настолько предан идее реализации своей мечты, создания спортивного автомобиля под собственной маркой, что не допускал никаких компромиссов. В 1938 году, несмотря на отсутствие комплектующих, они начали амбициозное предприятие по созданию действительно уникального спортивного автомобиля. Этот дальновидный проект получил обозначение Type 114, а возглавил его Карл Фрюлих, инженер, который в первую очередь отвечал за его общую концепцию. Несмотря на многочисленные трудности, включая ограниченные ресурсы и противоречивые требования, Карл Фрюлих и его команда продолжали работать над проектом Type 114. Хотя сам автомобиль Type 114 бангладежских так и не был построен, тщательность планирования и самоотдача, вложенные в проект, были просто поразительны. Каждая деталь этого великолепного спортивного автомобиля Porsche была продумана и доведена до совершенства, закладывая основу для того, что в конечном итоге стало краеугольным камнем наследия Porsche. Рождение наследника с двигателем V10. В результате был создан среднемоторный спортивный автомобиль с двигателем V10, оснащенный один, 5-литровым двигателем с водяным охлаждением. Мощность этого двигателя составляла 72 литра, что было весьма существенно для того времени. Эрвин Коменда, создатель дизайна Type 114, разработал кузов, который должен был гармонично сочетаться с двухместной среднемоторной компоновкой. В результате кузов Type 114 стал похож на удлиненный Volkswagen, а масштабная модель, созданная для испытаний в аэродинамической трубе, приобрела более аэродинамичную форму с уменьшенной лобовой частью для минимизации сопротивления, на фото одна из версий. К сожалению, экономическая ситуация и основное внимание, уделяемое к проекту Beetle, привели к отказу от Type 114. Несмотря на то, что проект был закрыт, богатый опыт, полученный в ходе этой работы, не пропал даром. Через год конструкторы Porsche наконец-то получили разрешение на разработку спорткара с использованием компонентов «Жука». В результате появился Porsche Type 64, внутреннее обозначение 60K10, в котором использовались детали Beetle, двигатель с воздушным охлаждением и алюминиевый кузов, изготовленный ряд сервцов в Финхаузене. Многие считают Type 64 первым автомобилем Porsche, его аэродинамические и эстетические характеристики опережали свое время. Он развивал огромную для того времени скорость, до 130 км в час, что Фердинанд Porsche часто сам садился за руль Type 64. Под гладким алюминиевым корпусом которого скрываются новаторские концепции, которые в последующие годы станут отличительными чертами всех спортивных автомобилей Porsche. Его исключительный кузов был поразительно передовым для своей эпохи, органично сочетая общий дизайн и аэродинамику. Он представлял собой гармоничное сочетание спортивных характеристик и практичности производства, являясь воплощением идеального автомобиля класса Grand Touring. Новаторский подход В конце 1930-х годов выбор 10-цилиндрового двигателя для Porsche Type 114 был смелым решением, хотя и не совсем беспрецедентным. В этот период наблюдался всплеск технических дискуссий и экспериментов по использованию двигателей с 5 и 10 цилиндрами, в которых участвовали даже такие известные личности, как Форд. Примечательно, что компания Lancia успешно представила серийный автомобиль с 5-цилиндровым двигателем. В 1938 году на грузовиках Lancia 3 Ro был установлен дизельный двигатель с 5-ю цилиндрами, заменивший прежний двигатель с 3-мя цилиндрами. Изначально предназначенные для Вооруженных сил Италии и Германии во время Второй мировой войны, эти автомобили продолжали выпускаться и в послевоенный период, оставаясь в гражданском обороте до 1950 года. И инженеры восприняли компоновку с В-10 как прагматичный и сбалансированный выбор. Он имел обеспечивал большую мощность, достигаемую за счет более высоких оборотов, по сравнению с двигателем В-8 эквивалентного рабочего объема. Стратегическое решение команды Porsche использовать схему В-10 в 1938 году преследовало две цели – оснащение прототипа танка Type 100 для немецкой армии, для которого требовались два 15, нуля-литровых двигателя В-10 с воздушным охлаждением, и продвижение амбициозного проекта спортивного автомобиля Type 114. Неприходящее наследие Porsche Type 114. Несмотря на то, что Type 64 представлял собой захватывающую перспективу с впечатляющими результатами дорожных испытаний, запланированные на сентябрь 1939 года гонки были сорваны из-за начала Второй мировой войны. Тем не менее, это начинание заложило основу для будущих инноваций Porsche. После Второй мировой войны Ферри Porsche приступил к созданию собственного спортивного автомобиля Porsche 356. Этот среднемоторный автомобиль повторял концепцию 1938 года, но с четырехцилиндровым двигателем Beetle, что было обусловлено послевоенными ограничениями. Однако мечта о среднемоторном гоночном автомобиле не угасало, и в 1953 году появился Porsche 550 Spyder, возвестивший о начале новой эры среднемоторных спортивных автомобилей Porsche. В 1996 году компания Porsche вновь представила концепцию среднемоторного автомобиля, выпустив серийный Porsche Boxster. Но невольно задумываешься о том, что могло бы произойти, если бы Фердинанд Порше в 1938 году получил полную свободу творчества. Его идея создания спортивного автомобиля с двигателем V10 секунд водяным охлаждением воплотилась в жизнь в 2003 году в виде легендарного Carrera GT, добавив уникальную главу в историю Porsche. Type 114, рожденный в результате неустанного стремления к совершенству, служит свидетельством неизменной приверженности Porsche к расширению границ автомобильной техники. Он подчеркивает, что даже нереализованные мечты могут заложить основу для будущего величия, гарантируя, что наследие Porsche продолжает развиваться с каждым новым поколением спортивных автомобилей. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Josh Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.